Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Откройте со мной, пожалуйста, 2 Петра, 1 главу. Мы рассматриваем ее последние пару служений. Я решила по-настоящему уделить время каждому из пунктов этого местописания, потому что они так важны для жизни веры. Павел в своих посланиях говорит, «Я жажду видеть вас лицом к лицу, чтобы дополнить, чего недостает вере вашей». Так многое связано с нашей жизнью веры. Праведной верой жив будет. Вера – это не просто проповедь, это жизнь, это наш образ жизни. Поэтому нам нужно позаботиться о том, чтобы быть сведущими и умелыми во всем, что связано с жизнью веры, угодной Богу. Аминь. Так часто люди воспринимают слово «вера» как изолированное понятие. Но вера не обособлена. Чтобы понять поток веры, вам придется затронуть абсолютно каждую сферу своей жизни. Чтобы быть человеком веры, вам придется заняться своим браком. Чтобы быть человеком веры, вам придется заняться своими финансами. Чтобы быть человеком веры, вам придется заняться тем, чтобы жить в любви. Чтобы быть человеком веры, вам придется заняться своими устами. Чтобы быть человеком веры, вам придется дисциплинировать свою умственную жизнь. Вера соединена, связана абсолютно с каждым аспектом нашей жизни, потому что праведник живет верой. Аминь. Поэтому я не хочу, чтобы вы воспринимали слово «вера» как что-то изолированное. Это не обособленный поток, не обособленная сила. Это основной поток, включающий в себя так много других вещей. Посмотрим, что написано во втором послании Петра, первой главе, начиная с пятого стиха. Петр, Духом Святым, говорит следующее, «То вы, прилагая к сему все старание, добавьте к вере вашей». Обратите внимание, нам нужно добавить правильные компоненты, правильные ингредиенты к нашей вере, чтобы она работала. Вера – часть рецепта успеха. Но она не единственный ингредиент в рецепте успеха. Есть другие вещи, которые нужно смешать с верой, чтобы вера могла течь и приносить результаты. Аминь. Итак, Петр сказал, «То вы, прилагая к сему все старание, добавьте к вере вашей». И затем перечислил семь вещей, которые необходимо добавить к нашей вере. Добавьте к вере вашей, во-первых, добродетель. И к добродетели – знание. И к знанию – воздержание. И к воздержанию – терпение. И к терпению – благочестие. И к благочестию – братолюбие. И к братолюбию – любовь. Если это в вас есть и умножается, если в вас есть и умножается вера, и все эти семь качеств, характеристик христианской жизни, если это в вас есть и умножается, то есть вы дали этому ход в своей жизни, есть продвижение, это не просто в вас присутствует, но действует, движется в вашей каждодневной жизни. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть у вас будут результаты. Вот что это значит. Ваши молитвы не останутся неотвеченными, бесплодными. Вы не будете верить во что-то безрезультатно, бесплодно. Он сказал, если вы добавите эти семь вещей к своей вере, у вас будет плод, у вас будут результаты каждый раз. И именно этого мы хотим. Мы не согласны жить на авось. Но чтобы каждая молитва была отвечена, чтобы каждый раз, когда мы высвобождаем веру, мы получали ответ. Вот к чему мы должны стремиться. Каждый раз получать результаты. И если результата нет, проводить ревизию и говорить, «Минутку, я не согласен не получать то, о чем я верю. Я не согласен не получать ответ, о котором молюсь». Аминь. Аллилуйя. Выясняйте причину. Девятый стих. «А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». То есть, если вы не живете так, вы возвращаетесь к старому образу жизни. Если вы не сдаетесь этим семи вещам, вы возвращаетесь к старому образу жизни. Аминь. Он говорит, если ваша жизнь не протекает в русле этих семи вещей, добавленных к вашей вере, все, что вам остается, это ваш старый образ жизни. Не забывайте. Бог избавил вас от старого образа жизни, чтобы вы могли жить согласно тому, что здесь перечислено. Десятый стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Обратите внимание, нам нужно приложить старания со своей стороны. Не только Бог должен на нас все это обрушить, нам нужно старательно сдаваться этому и черпать то, что Он в нас вложил. Посмотрите на последнюю фразу 10 стиха. «Так поступая». Как поступая? «Добавляя эти семь вещей к своей жизни веры». Он говорит, вы никогда не приткнетесь. Задумайтесь. Вы больше никогда не попадете в просаг. Вы больше никогда не пойдете в неправильном направлении. Вы больше никогда не пустите свою жизнь в русло, не соответствующее Божьему плану. Так поступая, вы будете двигаться по курсу, не теряя из виду цель. Вы будете жить точно в соответствии с Божьим планом для вашей жизни. Не правда ли это важно для нас? Итак, заметьте, первое, что нам нужно добавить к вере, первое слово, сразу за верой, прилагая к всему все старание, добавьте к вере вашей добродетель. Мы рассматривали это на предыдущих служениях. Под словом «добродетель» подразумевается высокая нравственность. И мы цитировали с вами Евреям 1.9 о том, что Иисус был помазан елеем радости более соучастников своих, потому что Он любил праведность. Он любил то, что правильно. Он любил то, что чисто. Он любил то, что непорочно. И сказано, что Он ненавидел беззаконие. Все, что против Бога, все, что не похоже на Бога, все, что противостоит Божьему потоку, Он ненавидел. Но Он любил все, что в потоке Божьем. Как жить лучшей жизнью? Как жить нравственной жизнью? Любите то, что правильно, и ненавидьте то, что неправильно. Не ненавидьте людей, но ненавидьте то, что неправильно. Неправильный образ жизни. Люди говорят, «Я пытаюсь избавиться от этой привычки, или я пытаюсь освободиться от этой зависимости, но не могу». Почему? Вы еще не решили это возненавидеть. «Я больше не буду так жить. Вот что нужно сделать». Встать и сказать, «Хватит, я больше это не люблю. Я больше этим не наслаждаюсь. Я больше не нахожу в этом удовольствие. Я люблю то, что правильно, и я люблю то, что чисто». И позвольте вам сказать, если вы рождены свыше праведность Божья в вас, в вас есть праведность, которую любить. Любите этот поток. Сдавайтесь этому потоку. Позвольте тому, что правильно, тому, что соответствует плану Божьему, замыслу Божьему, Слову Божьему, течь в вашей жизни. Знайте, какими бы призванными вы ни были, какими бы помазанными вы ни были, помазание и призвание к пяти дарам служения никогда не заменит высокую нравственность. Ни у кого не будет сильной жизни веры в отсутствие высокой нравственности. Чтобы вера работала, нужно жить в чистоте. Я сказала, чтобы вера работала, нужно жить в чистоте. Мы с вами говорили о том, что вера – это мост, и есть семь опор под этим мостом веры. Если одна из этих опор отсутствует, наша вера не будет правильно работать, потому что мост веры будет ненадежен. Высокая нравственность – это одна из опор под мостом веры. Если эта опора отсутствует, вера не будет работать как следует, потому что вера не заменит недостающую высокую нравственность. Аминь. Мы говорили об этом на предыдущих служениях. Если вы их пропустили, вам нужно их посмотреть. Нам так важно четко это понимать. Петр сказал, нам нужно, во-первых, добавить добродетель или высокую нравственность к нашей вере. Следующее, что нам нужно добавить к вере – это знания. Кто из вас знает, что вера несовместима с невежеством? Вера не водится с невежеством. Нам нужно приобретать знания. Невежество значит, что вы не научены. Вас не научили чему-то. Это не значит, что вы не способны учиться. Аминь. Когда кто-то говорит, что вы невежественны в чем-то, речь не о том, что вы не способны научиться, а о том, что у вас нет понимания определенного вопроса. Если мы невежественны, если мы не научены в определенных сферах Слова Божьего, мы ограничиваем свою веру, потому что вера несовместима с невежеством. Аминь. Если мы не знаем, что говорит Слово, мы не можем просто удвоить веру и компенсировать ею недостаток знания. Аминь. Вера работает только там, где известна воля Божья. Вам нужно знать, что говорит Слово Божье относительно вашей ситуации, прежде чем вы сможете верить о ней. Аминь. Вера работает в партнерстве со знанием. Она не способна функционировать при невежестве. И если ваша вера не работает в какой-то сфере, возможно, вам нужно обрести больше знаний. Люди говорят, «Я делаю все, что знаю, и ничего не выходит. Я верю согласно всему, что я знаю. Я верю изо всех сил во все, что только понимаю. Я делаю все, что знаю, и ничего не работает». Это потому, что вы невежественны. Есть определенное невежество. Вы скажете, «Ну, не совсем уж я невежествен». Нам всем есть куда расти, избавляясь от невежества в нашей жизни. Аминь. У вас может быть какая-то мера знаний, но это не значит, что у вас есть полнота знаний. Аминь. Если вы делаете все, что только знаете, и все равно не получаете результатов, это значит, что вам просто нужно знать больше. Следовательно, приобретайте больше знаний. Приобретайте больше знаний. Откуда взять эти знания? Из слова. Слушая тех, кто учит слову. Читая хорошие книги, которые учат слову. Слушая проповеди о слове. Но вы не можете просто сидеть дома и молиться, и молиться, и молиться, и молиться, когда у вас недостаток знаний. Аминь. Приобретайте знания. Если вы делаете все, что только знаете, и это не работает, значит, вы еще недостаточно знаете. Каждому из нас нужно избавляться от невежества в своей жизни. Аминь. Никто полностью не свободен от невежества. Аминь. Мы постоянно вытесняем невежество из своей жизни. Вытесняем невежество. Как? Обретая знания. В исполнении своего плана дьявол рассчитывает на наше невежество. Знаете, дьявол не может действовать там, где есть знания. Он работает только через невежество. Пока вы невежественны, у него есть доступ. Бог не работает через невежество. В нем нет невежества. Он – полнота знаний. Он – полнота мудрости. И только так он действует. Он не может найти невежество и сказать, «О, буду действовать через него». Он находит тех, кто знает, что он говорит. И тогда у него есть доступ, чтобы действовать. Аминь. И нам нужно делать все, чтобы познавать волю Божью. Не просто придерживаться знаний, в которых вы были воспитаны, или знаний, полученных в церкви. Если в церкви вас учили Слову, держитесь этого. Но так часто нас учат человеческим мыслям. Нас воспитывают мыслить по примеру того, кто нас кормил, духовно питал нас. И мы просто перенимаем его образ мышления. Но когда мы входим во свет Слова, оно избавляет нас от того, чему нас учили люди, и помогает нам узнать, что на самом деле Бог говорит обо всем. Аминь. Итак, нужно обретать знания, чтобы, как Петр сказал, добавить знания к вере. Обретать знания – это обновлять ум. Вот о чем на самом деле идет речь. Обновлять ум – значит перенимать Божий образ мышления. В Римлянам 12.2 Слово говорит, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь, как обновлением ума вашего». Обновление ума – значит, каждый раз, когда у вас возникает мысль, противостоящая Слову, вы ее не спровергаете и берете мысли Слова. Это значит, вы перенимаете Божий образ мышления, вы перенимаете Божье определение. Аминь. И все это мы находим в Слове. Если мы хотим, чтобы наша вера работала, мы не можем просто верить, как нам заблагорассудится, мы не можем мыслить, как попало. Нам нужно мыслить по Слову, чтобы наша вера работала. Нам нужно позаботиться об обновлении ума. И позвольте вам сказать, на этой земле вы никогда не достигнете полностью обновленного ума. до конца жизни вы будете заниматься этим Божественным делом обновления ума. Аминь. Нам нужно постоянно обновлять ум. И как только вам кажется, что все, вы его уже обновили, тут как тут что-то неправильное, какая-то невежественная мысль возвращается и пытается испортить вам жизнь. Вам нужно следить за своим умом. Постоянно. Вам нужно ставить его на место. Мне нравится, что говорил Папа Хеггин. Ум не остается обновленным точно так же, как волосы не остаются причесанными. И точно так же, как каждый день, я надеюсь, проснувшись, вы причесываете волосы. Пожалуйста, скажите, что вы это делаете. Как каждый день, проснувшись, вы причесываете волосы, так каждый день вам нужно ставить свой ум на место. Вам нужно постоянно обновлять ум, заботиться о том, чтобы мыслить правильно. Дьявол не может работать через того, кто мыслит правильно. Он может действовать только через тех, кто мыслит неправильно. Аминь. Поэтому дьявол хочет удержать людей в невежестве, в незнании, потому что он может действовать только через невежество. Он может действовать только, когда люди неправильно мыслят. Когда вы правильно мыслите, дьявол больше не может вами помыкать. Когда вы правильно мыслите, дьявол больше не может распоряжаться в вашей жизни. Аминь. Беспокойная мысль – это неправильное мышление. Боязливая мысль – это неправильное мышление. Дьявол будет нам подкидывать такие мысли, но наше дело отвергнуть их, распознав, что это мысли невежества, а не мысли знания. Аминь. Беспокойство – это поток невежества. Потому что, когда вы знаете, что для вас делает Бог, как Он заботится о вас и обеспечивает вас, вы не волнуетесь. Заметьте, каждый раз, когда дьявол атакует какую-то сферу вашей жизни, будь то финансы, будь то бизнес, будь то тело или брак, каждый раз, когда он атакует какую-то сферу вашей жизни, всегда одновременно происходит атака на ум. Каждое нападение сопровождается нападением на ум. Почему? Потому что, если вы мыслите неправильно, вы будете мучиться от того, чем он вас атакует. Но если вы мыслите правильно, чем бы он вас не атаковал, это не будет для вас мучением, потому что вы правильно об этом думаете. Дьявол будет противостоять вашему уму. Я говорю, он будет противостоять вашему уму. Он будет предлагать вам неправильные мысли, мысли страха, мысли волнения, мысли против вашего супруга, супруги, мысли против вашего начальника, против вашего пастора, против верующих. Он будет предлагать вам такие мысли. Почему? Потому что он пытается атаковать какую-то сферу вашей жизни. Аминь. Но обновленный ум замечает неправильное мышление. Он распознает, когда мысли пытаются накрутить вас против близкого человека, против мужа или жены. Вы реагируете, минуточку, минуточку. Это не просто от меня исходит. Дьявол пытается что-то атаковать. Нет, нет, нет. Видите ли, обновленный ум распознает мысли, которые не от Бога. В Римлянам 12.2 сказано «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Когда вы родились свыше, вы получили совершенно новый дух. В вас вошла жизнь Божья. Но знайте, без обновления ума наша жизнь будет выглядеть так, словно мы не спасены. Именно обновленный ум приносит преображенную жизнь. Он преображает то, как вы реагируете. Он преображает то, как вы поступаете в разных ситуациях. Обновление ума преобразит вашу жизнь. Поэтому недостаточно только родиться свыше. Этого достаточно, чтобы попасть на небо и чтобы в вас вошла жизнь Божья. Но чтобы преобразить, жизнь нужно обновить ум. И именно об этом говорит Петр. Вам понадобится знание, и вам придется добавить это знание к своей вере, иначе ваша вера не будет правильно работать. Вера не будет работать при неправильном мышлении. Прогоните неправильное мышление. А прогоняем мы его, вкладывая в себя слово. Чудесно и благословенно, когда кто-то возлагает на вас руки. Например, служитель или пастор вызывает людей для молитвы, и вы выходите, на вас возлагают руки, и помазание может сойти на вас. Я не преуменьшаю это абсолютно. Но вы возвращаетесь на свое место, и ваша жизнь не преобразилась на этой молитве. Вы получили благословение. Что-то было благословлено. Возможно, вы даже получили наделение. Но только обновление ума преображает жизнь. Выход на молитву не преобразит вас. Он никогда не сможет сделать для вас то, что слово делает для вашей жизни. Аминь. Спасибо Богу за все это. Нам все это нужно. Но не думайте, что просто от того, что вы рождены свыше, и в вас есть вера Божья, все будет работать автоматически. Нам нужно добавить знания. Нам нужно избавиться от невежества, от неправильного мышления. Это значит, что нам нужно избавиться даже от религиозного мышления. Папа Хеггин рассказывал о том, как он просто проводил время с Богом и брал все, что было в его духе, и выкладывал это перед Господом. Он просто выкладывал все. Вы знаете, правильно проверять себя. Не чтобы осудить, а чтобы провести оценку. И он рассказывал, я просто все выкладывал, и однажды, когда я молился, как будто старый ботинок вышел из моего духа. Знаете, как на рыбалке на крючок попадает старый ботинок, который пролежал в воде много лет. И он такой грязный. И вот, когда я молился, что-то похожее вышло из моего духа. Я посмотрел на это и сказал, Боже мой, что это такое? И Бог проговорил ко мне и сказал, это твоя баптистская традиция. Видите ли, он был воспитан в баптистской среде. Что же имелось в виду под баптистской традицией? Нет ничего плохого в традициях, если они правильные. Но вас могут учить чему-то просто на основании традиции. Потому что у разных деноминаций, у всех нас могут быть свои традиции. Не только у какой-то одной деноминации. У всех нас есть свои традиции. И он рассказывал, я продолжил молиться и вылезла. Что-то еще похуже, чем тот ботинок. И я воскликнул, это что? А Бог ответил, это твои полноевангельские традиции. Аминь. Что это значит? Мы можем свыкнуться с каким-то образом мышления, с какими-то убеждениями, впустить в себя что-то, непохожее на то, что говорит Слово. И он просто позволил Духу Святому пролить свет на то, что в нем было. Что это было? Неправильный образ мышления. Неправильные убеждения. Аминь. Если мы хотим, чтобы наша вера работала, нам нужно избавиться от этих неправильных представлений. Аминь. Я очень благодарна за ту деноминационную церковь, в которой я выросла. Драгоценные люди. Однако нас не учили Библии. Нас даже не учили о спасении. Что хорошо, что и неправильным вещам нас не учили. Там попросту ничему особо не учили. И я была благодарна, что хотя бы неправильные учения в меня не попали. Было одно место Писания, которому часто учили. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Вы знаете, что можно очень долго прожить на этом. На этом одном месте Писания, если вы его усвоите, можно очень долго прожить. Нас не учили ничему неправильному о Слове. Просто потому, что нас не учили Слову. Но некоторые люди годами просидели, слушая неправильное учение о Слове. Думая, что Слово говорит это, думая, что Слово говорит то. Помню комичную историю. Одна женщина работала у нас с мужем какое-то время дома. Она помогала нам по дому. Драгоценная женщина. Она рассказывала разные истории. Она была рождена свыше. Драгоценная женщина. Но было видно, что у нее не было больших познаний в Слове. Однажды я ей сказала, вы так замечательно работаете. Спасибо, что помогаете нам. И она ответила, ну, как сказано в Библии, мыло и вода творят чудеса. И я ее люблю. Но в Библии не сказано, мыло и вода творят чудеса. И знаете, мы можем смеяться, но есть многое другое, над чем можно было бы посмеяться. Что, как нам казалось, Бог уж точно сказал. Если вы хотите, чтобы ваша вера идеально работала, придется избавиться от неправильного мышления, неправильных убеждений, от того, что мешает потоку Слова в вашей жизни. Аминь. Итак, Петр сказал, вам надо добавить к вере высокую нравственность, добавить к вере знания. И третье, что он сказал добавить к вере, это воздержание. Воздержание – это самообладание и уравновешенность. Нам нужно развить воздержание абсолютно в каждой сфере нашей жизни. Позвольте сказать вам, что такое воздержание. Воздержание значит иметь баланс в каждой сфере жизни. Вера не заменит недостаток баланса. Это то, чего я так сильно желаю в моей жизни, чтобы Бог помог мне держаться середины дороги. Именно посередине дороги благословения Божьи текут изобильнее всего. Я не хочу угодить в канаву с этой стороны, и я не хочу угодить в канаву с той стороны. Помоги мне остаться посередине дороги. Кто из родителей знает, что ваша работа номер один с детьми – это вытаскивать их с обочин жизни, приводить их на середину дороги. Один ребенок может быть очень активным, и это нужно в определенных ситуациях, но вам придется привести его на середину дороги, помочь ему снять напряжение, слезть с потолка. Нам не нужно, чтобы ты жил на потолке. Спустись и живи вместе со всеми нами. А другого ребенка с места не сдвинешь. Ему нужно вылезти из второй обочины. Все дело в воздержании, все дело в уравновешенности, самобладании, сдержанности, чтобы вашу жизнь не несло в крайности. Без уравновешенности вашу жизнь быстро понесет в неправильном направлении. Очень быстро. Аминь. Вера не заменит недостаток баланса. И нам нужно позаботиться о воздержании в разных сферах. Воздержании в наших телах. Воздержании в наших устах. О, хорошая тема, правда? Воздержании в нашем уме. Не так ли? Тут нужна сдержанность и самоконтроль. А как насчет воздержания в том, как мы обращаемся с нашими телами? Да, воздержание в том, как мы обращаемся с нашими телами. Очень во многом важно воздержание. Не только в какой-то одной сфере. Оно влияет на каждую сферу. Павел сказал, я усмиряю тело мое. Что он имел в виду? Я держу свое тело под контролем. Под контролем чего? Своего духа. Но усмиряю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Один из переводов говорит «отложенным за непригодностью, без уравновешенности и сдержанности в нашей жизни». Мы не теряем ценность в Божьих глазах. Мы теряем пригодность для Бога. Кто бы вы ни были, вы – великая ценность для Бога. Но я не хочу просто быть очень ценной. Я хочу быть очень полезной для Бога. Аминь. И воздержание – это одно из качеств, о котором нам следует позаботиться, чтобы быть очень полезными для Бога. Аминь. Слава Господу. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.